Вернисаж «Код памяти» открылся на этой неделе в городе над Бугом. Предметы быта, рисунки и архивные фотографии из фонда «Джойнт» рассказывают об атмосфере бытовых, религиозных и культурных традиций наиболее массовой общины довоенного Бреста. Все это создает цельное представление картины жизни евреев на территории Беларуси. Все разом это как раз великая пашана до супрацовников музея, что они сделали такую интересную композицию этой выставы, которая объединяла и представила биростейцам такие разные грани этой чудовной, великой нашей культуры. Я подкресливаю, нашей культуры, наша это спадщина. Не важно, каких мы религиозных перевагу имеем, эти мы имеем этничные пары, не иншие, но все это наша городская культура. Открытие выставки приурочено к юбилею основания колонии Варбурга, единственного для Бреста и Беларуси градостроительного памятника деревянной архитектуры. Именно ее судьба сегодня является связующим звеном между прошлым и настоящим еврейской общины. Первоначально колония была создана как единое целое. Помимо жилых деревянных домов в поселения также входили школа, столовые, мастерские и прачечные. К сожалению, сегодня ее внешний вид оставляет желать лучшего. Важно помнить, что и это достояние – наша общая память. Это крайне важно, на мой взгляд. На этом мы, в общем-то, живем, на этом мы стоим. На памяти и на преемственности, скажем, поколений, преемственности культуры, преемственности истории, традиции. Это основные такие постулаты жизненные. О возрасте и ценности экспонатов говорить не приходится. Многие из них на протяжении многих лет хранились в домах этнических евреев, как настоящие семейные реликвии. Теперь все это многообразие открыто для посетителей музея. Познакомиться с выставкой можно до 4 марта.